МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И сейчас также разошлись миром. Начали бодро. Были и хорошие атаки, и удары по воротам. На 27-й минуте счет открыл Обухов. Красивая комбинация. Навес, зрячая скидка головой. Осталось только не промахнуться с метра. Гости ответили быстро и тоже забили головой. При подаче углового выше всех выпрыгнул легионер Олимпа и Поля. Всего через 2 минуты оренбуржцы восстановили разрыв. На сей раз Обухов отметился результативной передачей. А прострел замкнул прудников. Начинаем привыкать, что наших хватает только на один тайм. После перерыва подмоскованные футболисты выровняли игру. Сафронов неожиданно для хозяев ворвался в штрафную и в ближнем бою переиграл Кенякина. А следом мог и похоронить лидера розыгрыша, но попал в перекладину. Оренбург тоже имел шансы изменить счет. Прудников выходил на оперативный простор, да завозился с мячом. Была еще хорошая двухходовка с неточным завершением. Ничья 2-2. Увы, закономерный результат. Играли с лидером, с играющей командой. Ребятам было нашим очень тяжело, молодцы. Первый тайм там смогли дотерпеть, во втором немножко перестроились, включили дополнительные силы и вырвали ничью. Вдвойне приятно, что команда два раза проигрывала по игре и смогла два раза отыграться. Когда Оренбург проиграл первый весенний матч нефтехимику, это не вызвало тревоги. Осечки бывают. Но сейчас очевидно, что с игрой у нас не все в порядке. Теряем очки с середняками и аутсайдерами. Ровно за месяц, с 10 апреля, пять матчей, которыми, мягко говоря, гордиться не приходится. Сгорели дома Кубани. По ходу встречи вступали дублю Спартака и последнему в таблице текстильщику. Со скрипом сыграли в ничью Солане и вот сейчас с Долгопрудным. Команда та же, те же игроки и тренеры. А вот качество футбола явно снизилось. Оренбургу осталось два матча на выезде и оба ожидаются крайне непростыми. В Хабаровске, где местные армейцы практически не проигрывают, тем более жажду сохранить стыковое место. И в Астрахани с Волгарем, который в очке от зоны вылета и будет к костьми ложиться. Чтобы не опуститься ниже второго места, нам нужны два очка. Это одна победа или две ничьих. Была задача выиграть, мы не выполнили задачу. Как сейчас справиться с эмоцией еще в призыва матча? Да что, собраться надо. И в двух матчах набрать шесть очей и все. В минувшем туре ближайшие преследователи Оренбурга, торпеда и факел, одержали по минимальной победе со счетом 1-0 и сократили отставание. Сегодня они проводят отложенные с марта матчи, после чего таблица приобретет понятный вид. Ну а наши готовятся к сложнейшему многочасовому перелету на самый восток страны и битве со Сках-Хабаровском. Завершился чемпионат России по волейболу. Лучшим второй год подряд стала московская «Динамо». Оренбургский нефтяник замкнул турнирную таблицу. Аутсайдеры Суперлиги распределяли места с 11-го по 14-е в Сибири. Второй тур плей-аута прошел в Красноярске. Как и недели ранее, в Сургуте Оренбургский клуб остался без побед. Против Енисея не получилось опять выдать напряженный матч с тайбрейком. В этот раз красноярцы выиграли в сухую. С Уралом сначала сражались, обменявшись близкими сетами, а потом сникли 17-25-18-25. И в завершении без шансов проиграли сургутяна 0-3. За весь плей-аут в активе одно очко за пятисетовую встречу с Енисеем. Все решилось в Сургуте для нас. И здесь мы смотрели ребят, которые будем оставлять в команде, делать предложения, потому что некоторые уже подписаны, игроки с другими клубами. Те, кто еще не подписан, отходилось их посмотреть, молодежь нашу проверить, которая редко появлялась на площадке. Выводы делать будем уже по приезду домой. И в заключении от дзюдо. В Оренбурге после длительного пандемийного перерыва прошел детско-юношеский турнир Кубок Евразии. Вторые по счету соревнования собрали в СКК Оренбуржья более 400 юных дзюдоистов из 16 регионов нашей страны, а также гости из Казахстана и Узбекистана. Подробнее о турнире в нашей следующей программе. А нынешняя завершена. Я с вами прощаюсь. Будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин